Что бы это ни было, было красиво наткнувшись на майор Гром, совершенно случайно, я решил потратить 25 минут времени, и с удивлением уткнулся в происходящее. Кроме своих впечатлений, я думаю, будет правильно оценить картину в общем, дабы описать адекватную критику и сформулировать объективное мнение. Но сначала, лично мой взгляд, хоть впечатления были неоднозначные, но все же, преобладал позитив. От этого и такая высокая оценка, основанная на субъективном мнении. Весь рационализм я оставлю для текста. Итак, поехали. Сразу скажу, что решение российских кинематографистов взяться за комиксные экранизации, смелые и хорошие. Пусть в этом и лежит коммерческое подражание успеху комиксных картин Запада, но полной экранизацией, способной конкурировать с коллегами по цеху, майор Гром назвать нельзя. 25 минут хронометража, это вообще, что, короткометражка? Мнение пока что основано на трейле и других элементах, но и этого уже хватит, чтобы понять. Даже 25 минут Грома будут куда интереснее, чем 100 минут пародии на Мстителей в российском антураже. Но вернемся к доблесному Санкт-Петербургскому Капу. Нераскрытые герои, сумбур и безмотивационная подача истории, для короткого метра нормально. Именно так я и судил, потому как сложно все это уместить в 25 минут комиксной истории одного ограбления. Несмотря на то, что хотелось бы увидеть цельную картину, хронометраж в полтора часа мог бы иметь в себе слабые и затяжные сцены, которыми короткий метр априори обладать не должен. Благо, так и вышло. Также хочется отметить качественную и динамичную постановку экшена. Добротные драки, хоть и в местах с излишне дребезжащей камерой, выглядят прекрасно и живо. Перенасыщение спецэффектами не бросается в глаза, а пародийная и сатирическая составляющая особенно положительно влияет на визуальную картинку. Чего стоит один только российский Раян Госленг, Данила Якушев. Он своим минутным образом сумел передать и немного подколоть главных героев перевозчика и драйва. Также на своем месте яркий и свежий для российского кино юмор. Остроумный, иногда немного абсурдный, но все равно весьма гармонично смотрящийся в данной истории. Кроме затянувшегося эпизода в хранилище непонятных абсолютно неинтересных реплик грома. К слову, это есть вступлением к основным минусам работы Владимира Беседина. Главный герой, ничем не запоминающийся персонаж, реплики которого даже иногда раздражают своей пустотой, и на фоне тонкого юмора вокруг, попросту кажутся не смешными и шаблонными. Трое антагонистов, грабители, выступают себя гипертрофированными злодеями-психами, которые явно перегибают палку с актерской игрой. И уже более субъективный, но все же недостаток, это выбранный для картины хронометраж. Несмотря на небольшие опасения, я уверен, что режиссер справился бы с хронометражем более длинным. У молодого режиссера есть все задатки для самобытной и интересной карьеры, которая свежими красками будет блестеть на зашаблоненном российском кинематографе. Эта картина без сомнения могла собрать денег на бумстартере, так как молодому режиссеру на комиксную экранизацию Министерства культуры денег попросту бы не дало, на полный метр. Уверен, бюджет бы отбился в один момент. В общем, кино меня впечатлило. Российскому зрителю просто обязательно нужно смотреть эту работу, так как она динамична, очень свежа, и задает хороший тон молодым режиссерам и актерам. И зрители могут увидеть, что смелое решение новаторства в кино, хорошо работает. Не забываем подписываться на наш канал и ставить лайки. Будет еще много интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!